Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 835. Не выполняя вычислений, сравните. Первое. А. Давайте посмотрим. Здесь множители в левой и правой части состоят из одинаковых цифр. Причем порядок этих цифр тоже одинаковый. Значит, произведение не будет отличаться порядком цифр и их значением. Определим, сколько знаков после запятой. В левой части будет три знака после запятой. В правой части в произведении тоже три знака после запятой. Итак, произведение состоит из одинаковых цифр. Порядок точно такой же. Три знака после запятой и в произведении в левой части, и в произведении в правой части. Значит, эти произведения равны. B. Давайте здесь сравним целые части. Целая часть произведений в левой части. 19 целых и 1 целая. Целая часть произведения в правой части 199 и 19. Целая часть будет в правой части гораздо больше, чем в левой части. Значит, и все произведение в правой части будет больше, чем в левой части. Аналогично можно сравнить В по целой части. В левой части произведения 199, целая часть на 199, целая часть, а в правой всего 1 умножить на 1. В левой части целая часть будет гораздо больше. И посмотрим, что в Г. У нас здесь два произведения. Причем один из множителей один и тот же. 1,998. И в левой части, и в правой части. Значит, посмотрим на второй множитель. Второй множитель в левой части 199,9. В правой 1,999. 1,999 будет больше, чем 199,9. Значит, и произведение будет больше в правой части, чем произведение в левой части. Мы сравнили все вычисления, все произведения, не выполняя вычислений. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.